Доброе утро, коллеги, представители средств массовой информации. Давайте начнем. Переход на летнее содержание дорог. Двухмесячник по основной чистке. Основной вопрос. Весна постепенно завоевывает свои позиции. Днем у нас температура плюсовая, зимой, вечером, вернее, ночью отрицательная. Для дорог это, конечно же, не самый благоприятный температурный режим, но тоже есть определенные плюсы. Мы переживаем за поводок и в чем-то, как говорится, мы теряем, в чем-то находим. Скоро предстоит переход на летнее содержание дорог, поэтому прошу, Игорь Владимирович, вас доложить об итогах работы дорожников в зимний период и готовности к работе в летний период. Нынешняя зима в мере ду с устойчивой морозной погодой характеризовалась интенсивными снегопадами. По данным синоптиков, начиная с декабря прошлого года, выпало 150 мм осадков, что на 20% выше нормы. Толщина снежного покрова в среднем составила 70 см, что на 22% выше среднегодовых показателей и в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Но проблемой для дорожных служб стало не общее сверхнормативное количество осадков, а обильность снегопады, выпадавшие в короткие промежутки времени. Так, например, в течение двух дней снегопада в январе в городе выпало 2 трети месячных норм осадков. Среднесуточный выход техники, задействованной на содержание уличной дорожной сети города, в зимний период составил 625 единиц. В дни ухудшения погодных условий за счет привлечения дополнительной погрузочной техники показатель доводился до 950 единиц. На сегодня с городских улиц вывезено более 950 тысяч тонн снега, это около 190 тысяч самосвалов, что на 35% больше среднестатистических показателей за сезон. Снегоплавильными пунктами переработано 550 тысяч тонн, или 58%, от всего собранного снега. Оставшаяся часть снега утилизирована на 16 временных местах складирования, которые по завершению зимнего периода будут очищены до достатка грязи и мусора, попавших в них вместе со снегом. Работы по вывозу снега в настоящее время продолжаются. Особое внимание уделено местам возможного подтопления и поселковым дорогам. Для борьбы с зимним обледенением дорог мы применяли двухфазный реагент и песчано-соляную смесь. Всего с начала зимнего периода было использовано 95 тысяч тонн противогололюдных материалов, что на 45% больше по сравнению с прошлогодним сезоном. Несмотря на принимаемые меры, сложные погодные условия имели место существенные замечания с посроком и качеством уборки дорог. Это связано с несколькими объективными причинами. Во-первых, это нехватка финансирования. За последние 7 лет расходы на содержание городских дорог выросли на 9%, в то время как стоимость дизельного топлива выросла на 40%. С 2005 года почти в два раза увеличилась убираемая площадь дорог с 12 до 22 миллионов. Втрое выросло количество автомобилей в городе Казани со 150 до 450 тысяч. Повышение интенсивности движения автотранспорта на дорогах требует сокращения времени на уборку улиц. Основные работы должны выполняться в ночное время, когда тихоходная снегоуборочная техника не препятствует основному потоку транспорта. Вторая причина вытекает из первой – это дефицит дорожных рабочих и механизаторов. Из-за низкого уровня заработной платы муниципальные предприятия не в состоянии конкурировать за кадры с другими работодателями. На сегодня на предприятиях работает 606 водителей и механизаторов и 550 дорожных рабочих при минимальной сезонной потребности в 2500 человек, дополнительная потребность в 1300 человек. В итоге имеющийся парк техники укомплектован только на 93% для выхода в одну смену, а при аномальных снегопадах техника должна работать как минимум две полные смены. Поэтому в такие периоды мы вынуждены привлекать дополнительную технику, укомплектованную водителями, и направлять на это средства резервного фонда бюджета города Казани. Но на привлечение техники, формирование рабочих звеньев, состоящих из грейдера, погрузчика, 5-7 самосвалов, определение суточных заданий для каждого звена маршрутов работы техники тратится ценное время. В результате упущенных часов мы получаем зауженные улицы и кашу на дорогах. В-третьих, по-прежнему достаточно высоким остается общий износ техники, который на сегодня составляет 45%. При этом износ КДМ для выполнения операции в первую очередь составляет 75%. В настоящее время мы работаем над приобретением новой уборочной техники и ремонтом существующей. Координация работы уборочной техники осуществляется при помощи спутников системы, которая в настоящее время модернизируется. Датчики GPS приемников теперь будут останавливаться не только на саму технику, но и на снежные отвалы и щетки для более тщательного контроля за соблюдением технологии уборки дорог. Разрабатывается цифровая карта уборки дорог. Для контроля качества уборки планируется использовать установленные дорожные камеры. Сервис готовится. Мы планируем его внедрение в полном объеме к следующей зиме. Он позволит сначала заказчикам, администрациям районов, а затем и горожанам в онлайн-режиме видеть количество коммунальных машин на наших улицах. Период зимнего содержания завершится 15 апреля. В настоящее время подрядные организации в плановом режиме приступают к переоборудованию уборочной техники для работы в летнем режиме. Всего на летнем содержании будет задействовано 280 единиц. Из них 220 машин используются как в зимнее, так и в летнее время. Первоочередная задача в переходный период – это очистка дорог от заказопившихся за зиму грязи и смета. Мойка очищена дорог при наступлении постоянных положительных температур. К очистке дорог и элементов благоустройства от грязи и дорожного смета мы уже приступили. Вся уличная дорожная сеть площадью более 21 млн кв. метров должна быть очищена к началу мая. Наряду с очисткой дорог не менее важной задачей, стоящей перед нами в период межсезонья, является организация проведения работ по устранению ям, образующихся на проезжей части улиц. В рамках текущего содержания дорог и обеспечения безопасности дорожного движения подрядные организации приступили к ремонту аварийных ям. В соответствии с технологическими требованиями к выполнению данных работ, при низких температурах ямочный ремонт ведется с использованием литого асфальта. При температуре воздуха свыше 10 градусов эти работы будут производиться с использованием плотного горячего асфальта бетона. Ямочный ремонт будет вестись за счет средств муниципального дорожного фонда. На 2021 год на эти цели предусмотрено 93 млн. рублей. Это позволит устранить ямы на площади более 45 тысяч кв. метров. Участки улиц, на которых будет выполняться ямочный ремонт, определяются по результатам комиссионного осмотра дорог с участием специалистов, заказчиков работы, администрации районов и подрядных организаций. В первую очередь ремонту подлежат улицы с общественным транспортом и наибольшей интенсивностью движения. При этом также учитывается обращение автомобилистов. На сегодня к ремонтным работам приступили на мосту Миленем, улицах Дзержинского, Подлужино, Тихомирно, Гладилово, Рогачинское шоссе, Зорге, Аметьевское магистраль, Оренбургский тракт и другие. В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки дворов, улиц и других городских территорий после зимнего периода традиционно с 1 апреля по 31 мая в Казани будет проведен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий, в рамках которого при благоприятных погодных условиях 24 апреля запланирован общегородской субботник. Во время двухмесячника предстоит решить комплекс задач и привести в надлежащее состояние городскую территорию. Как и в прошлые годы, в приоритете остается очистка общественных пространств, лесополос и прибрежных зон. Также особое внимание планируется уделить привлеведению в порядок дворов, территорий промышленных предприятий, гаражных кооперативов, зданий и сооружений, объектов торговли, автозаправочных станций, начиная от фасадов и ограждений, заканчивая прилегающими участками. Прошу администрации районов на заседаниях своих штабов данный вопрос рассмотреть отдельно. Любой желающий может принять участие в двухмесячнике, создать инициативную группу и привести в порядок свой двор, тот или иной участок города. По всем организационным вопросам, касающимся получения инвентаря, мешков и вывоза собранного мусора, можно обращаться в соответствующие районы администрации, жилищной управляющей компании. В заключении своего выступления хочу обратиться к организаторам и участникам двухмесячника с просьбой принять самое активное участие в данном мероприятии. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Владимирович. Действительно, планы двухмесячника нужно будет нам еще дополнительно проработать. Я прошу главы районов также подготовиться. Надо организовано, с привлечением всех служб и комитетов управлений отработать. Возвращаясь опять же к сегодняшнему дню, хочу сказать, что нынешняя зима действительно была снежная, но выявила и проблему, ряд проблем, которые, с которыми раньше мы справлялись, но они сейчас оголились у нас. Я имею в виду вот нехватку дорожных рабочих, рост расходов на уборку, стоимость дизельного топлива, как Игорь Владимирович говорил. И поэтому отсюда и снизился уровень уборки, качество уборки дорог и тротуаров. Наверное, это объективные сложности, но мы делаем все для решения этой проблемы, работаем с Кабинетом министров. Оно не будет мгновенным. Но поэтому жителям уже сегодня и сейчас и постоянно нужно ходить на работу, выходить, детей водить в детские сады. Поэтому я прошу Комитет внешнего благоустройства, глав районов, особое внимание обратить на тротуары. Кое-где до сих пор еще огромное количество спрессованного снега толщиной до 20-30 сантиметров. Поэтому давайте сильно возьмемся за это дело и вместе наведем порядок в перочных тротуарах. И обращаю внимание отдельно, Искандр Иванович, вас вместе с Дмитрием Владимировичем по уборке кровли, сброса снега с кровли домов. Маленький небольшой кусочек ледяной, оказывающийся там 10 на 10, может упасть так, что поэтому не дай бог я прошу еще раз все управляющие компании, административно-техническую инспекцию, также ежедневный обход, не только управляющей компанией, но и коммерческие структуры, которые не обращают внимания. Начинается ямочный ремонт, как и уборка улиц. Ремонт чаще всего приходит по ночам, чтобы не мешать днем интенсивному движению, поэтому заранее приносим извинения, если шум кому-то помешает. Ровно год назад была введена самоизоляция в России, и пандемия уже вошла в жизнь каждого человека, независимо от того, болен он или не болен. Всего год назад мы мало что знали о коронавирусе и не знали, как противопоставить эпидемии. Сегодня в стране и в городе полным ходом идет вакцинация. Владимир Владимирович, как у нас в городе обстоит обстановка с этим? Сколько горожан сделали прививку? Действительно, вакцинация населения от COVID-19 в настоящее время – это одна из приоритетных задач на уровне государства. Как мы знаем, для достижения иммунитета необходимо охватить вакцинацию 60% численности взрослого населения. В республике это 1 835 507 человек, в том числе в Казани – 589 372 человек. Департаментом логистики Нацинбио определен график поставки вакцин в регионы страны. На прошедшей неделе в республику поступило 33 600 доз, в том числе в Казани – 10 250 доз. Вчера Татарстан получил еще 26 700 доз вакцины «Спутник Ви». Сегодня начинается распределение и развоз этой партии. В ближайшее время мы ожидаем поступление 3 200 доз вакцины «Эпивак-корона». Итак, всего на сегодняшний день в республике получено 149 422 дозы вакцины, медицинскими организациями Казани получено 56 393 дозы. В ближайшие два дня мы получим еще около 1000 доз. Всего в республике на 29 марта 2021 года привито 124 513 человек. В Казани – 49 485 человек. На сегодняшний день мы не наблюдаем тяжелых послевакцинальных осложнений. У некоторых людей отмечается незначительное повышение температуры в первые два дня после вакцинации головная боль. Это вполне ожидаемая реакция, о которой население заблаговременно предупреждается. В столице вакцинация осуществляется в 41 пункте вакцинации поликлинии города, а также в трех торговых центрах города ежедневно с 10 до 8 вечера. В торговых центрах мы привили всего 2345 человек. Дополнительно организована выездная вакцинация мобильными бригадами на предприятия, а не транспортабельно больным на дому. Вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа включена в национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации. Напомню, сегодня в России зарегистрировано три вакцины. Вакцина «Спутник Ви» производства Института имени Гамалеи Минздрава Российской Федерации. «Эпивак Корона» – вакцина разработана основой пептидных антигенов Институтом «Вектор Роспотребнадзора России». «Ковивак» – на основе инактивированного вируса производства научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской Академии Наук. Мы приглашаем все население нашей столицы и Республики Татарстан пройти вакцинацию. Вакцинация проводится в два этапа. Вначале вводится первый компонент вакцины, затем через три недели вводится второй компонент. Перед вакцинацией в обязательном порядке проводится осмотр врачом. Решение о допуске пациента к вакцинации принимается врачом в зависимости от наличия противопоказаний у каждого конкретного человека строго и индивидуально. Вакцинация на сегодняшний день – это единственный способ спасти себя от тяжелых форм заболевания, а также защитить близких людей от заражения в тех случаях, когда близким людям вакцинация противопоказана. Пройти процедуру вакцинации можно, записавшись через личный кабинет на портале Госуслуг Российской Федерации или Республики Татарстан по телефону 122, по колл-центру медицинских организаций или при обращении в МФЦ. Вакцинация доступна всем желающим, проводится бесплатно, на добровольной основе. Мы же все-таки желаем нашему населению прививаться уверенно. Спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, прививка – дело добровольное, а те, кто делал ее в числе первых, требовалось определенное мужество, чтобы решиться на этот шаг. Сегодня есть четкое понимание, что российская вакцина – одна из лучших и работает, реально работает, люди нормально ее переносят. Поэтому важно нам, сейчас важно привить всех людей, жителей, которые из группы РИСК, это те, которые работают с большими коллективами, это учителей, воспитателей, а также пожилых людей, которые наиболее тяжело переносят инфекции. Но мы еще отдельно, более детально проработаем. Давайте вместе. Сегодня жизнь практически вернулась в нормальное русло. Работают пусть и с определенными ограничениями, с соблюдением санитарных требований, все культурные учреждения. Возродились множество фестивалей, молодежные фестивали, которые в прошлом году были на паузе. На финишную прямую вышел крупнейший фестиваль детского творчества «Созвездие» «Елдозлов». Какие результаты показали наши юные казанцы? Фаизов Айрат Шамильевич, представитель комитета по делам детей и молодежи. Доложите, пожалуйста. Подходит к концу первый месяц весны, как и один из наших любимых фестивалей «Созвездие» «Елдозлык-2021». Отборочные этапы уже позади, победители определены, осталось дело за малым – провести гала-концерт и объявить результаты. Впервые фестиваль «Созвездие» состоялся в далеком 1992 году. Благодаря «Созвездию» одаренные дети Казани в возрасте от 5 до 21 года имеют возможность расти в творческом плане. Фестиваль открывает многим путь в сфере эстрадного искусства, поднимает престиж и статус педагогической деятельности. В год родных языков и народного единства приветствовалось использование стилизованных народных тематик в творческих номерах. Наши участники с большим удовольствием воспользовались данной возможностью. Около 45% заявок содержали элементы народного творчества, а именно узбекские, армянские, грузинские, марийские, чувашские, башкирские, русские и татарские народные номера. Отборочные туры районного этапа прошли в феврале с 15 по 25 февраля. В этом году было подано рекордное количество заявок, более 600, а это около 5000 участников. Городской этап состоялся с 16 по 18 марта в культурном центре Сайдаш. Членами жюри городского этапа, в составе которых народные и заслуженные артисты и педагоги Республики Татарстан, была проделана колоссальная работа. На городской этап фестиваля прошло 375 заявок по 8 номинациям. Это вокал соло, вокальные ансамбли, хореография, конферансье, видеоклип, лучший текст к песне, лучшая музыка к песне, лучшая песня для детей. 186 номеров удостоились призовых мест. Особо были отмечены танцевальные коллективы студий театра танца «Дорога из города» и «Изумрудный город». Абсолютно все их подготовленные команды прошли на республику. Инсав Ганнибаев тоже поразил жюри своими вокальными данными и получил одни из самых высоких оценок, исполнив композицию «Казах-казы-сайганэ». На нашем фестивале есть творческие ребята, которые начинали с младших групп и доросли до взрослых. Один из самых ярких примеров наша звездочка Милана Павлова. В этот раз Милана подготовила фарера финно-угорскую песню. Сайлапалы уютабының натяжылары буйнша, инге ахшы башкарычалар хэм изжат коллективлары алтынче апрельда был ащак Казанның яштар эстрады сенгаты фестивалі «Юлдазлы-какымэнда» егер мэбэр гала-концертында катнашуга Сайлапалы нащак. Гала-концерт барышанда фестивальда барлык шыгыш ясавшаларгах атнашуше дипломнары, лауреат жинюшаларга фестиваль дипломнары хэм Акшалата призларбер-ля-щак. Ну а после казанского концерта наших лауреатов ожидает упорная борьба за призовые места на отборочных днях республиканского этапа, который пройдет с 17 по 21 апреля. Суперфинал республики состоится 27 апреля в Пирамиде. Мы помним про эпидемиологические требования Роспотребнадзора и наше мероприятие проводится со строгим соблюдением всех требований. Также выполняются условия по заполнению и рассадке. Уважаемые коллеги и представители средств массовой информации будем рады вас видеть на городских молодежных фестивалях и концертах. Ихтебар Игосушин, Бекзури Ахмат, спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Шамильевич. Действительно, 5000 участников это солидная цифра, которая говорит о творческом потенциале нашей молодежи, городской, казанской молодежи. С учетом того, что фестиваль созвездия Елдозлок является одним из самых престижных, одним из самых лучших, поэтому я благодарю и родителей, которые занимаются своими детьми, и, самое главное, педагогов, которые занимаются огранкой наших талантов. Будем надеяться, что наши молодые казанцы, участники фестиваля, найдут признание и на республиканском уровне. Пожелаем нашим детям удачи. Сегодня потребность в социальных объектах для детей, где они могли бы развивать свои творческие и спортивные способности огромные. Еще год-два и все подростковые клубы будут отремонтированы, но их недостаточно. Есть определенный дефицит земли и помещения для размещения новых художественных музыкальных школ. Для развития дополнительного образования можно было бы использовать освободившие после закрытия зданий центральные тепловые пункты. Их в разных районах города более двух десятков. Я думаю, что было бы оптимально перепрофилировать их под социальную инфраструктуру. Например, мы уже отработали это и с районами. В ЦТП на Читаево 4А можно было бы сделать складром детского клуба «Простор». А в здании ЦТП на Гаврилово 12А арт-мастерскую детской художественной школы номер 3. На Дорадского 45А вместо теплового пункта можно было бы построить детский сад. Там действительно земли даже хватает у нас. В районе, к сожалению, нет свободной муниципальной земли, поэтому последние пять лет новые сады здесь не строятся. А в ближайшие детские сады очередь в 250 детей. Это было бы удобно с точки зрения детей и родителей. Объекты внутри двора не должны давать дополнительной нагрузки на дорожную сеть внутри двора, сказываться на безопасности жителей. Они должны не только улучшать возможности для людей. В этом смысле мы против размещения там магазинов, потому что это неизбежно будет с собой связано с подвозом товара, разгрузкой и так далее. Поэтому мы обратились к руководству Татэнерго и к президенту с просьбой передать эти объекты в муниципальную собственность под размещение социальных объектов. Надеемся, что этот вопрос получит положительное решение. Я обращаюсь к главам районов. Адреса этих тепловых пунктов есть, дворы тоже известны. Важно выслушать мнение жителей, что бы они хотели как бы видеть в помещениях этих тепловых пунктов. Формы разные есть, опрос, анкетирование, проработайте, пожалуйста. просто.